Водители, управляющие тяжелой самосвальной техникой, должны быть максимально внимательны и осторожны во время цикла опрокидывания. Соблюдение принципов безопасной эксплуатации самосвала поможет предотвратить аварийные ситуации, которые могут привести к повреждению техники и поставить под угрозу здоровья и безопасность самого водителя, а также других людей, находящихся поблизости. Самосвал следует использовать только по назначению. Начиная с операции погрузки, следует позаботиться о том, чтобы груз равномерно распределился по кузову самосвала. Неравномерное распределение груза увеличивает риск опрокидывания транспортного средства. После завершения каждой операции погрузки кузов должен быть укрыт тентом либо другим имеющимся защитным покрытием, а дополнительное оборудование, например, лестница, должно быть возвращено в транспортное положение. Перед началом операции разгрузки необходимо проверить уровень гидравлического масла в системе. При необходимости долейте и найдите причину утечек. Если температура окружающей среды близка к самой низкой рабочей температуре, указанной на масляном баке, перед включением гидравлической системы необходимо включить коробку отбора мощности как минимум на 5 минут. Это повысит температуру масла в системе до соответствующего уровня. Разгрузку самосвала следует производить на твердой и ровной поверхности. Самосвал нельзя разгружать на неровных или неустойчивых поверхностях, а также при неблагоприятных погодных условиях, например, при сильном ветре. Эти условия могут серьезно повлиять на устойчивость автомобиля. Не разгружайте самосвал, стоящий под уклоном. Следите за тем, чтобы грузовик находился на одном уровне как между боковыми сторонами, так и от кабины до задней части. Это может серьезно повлиять на устойчивость автомобиля и повредить гидравлический цилиндр подъема кузова. Перед началом разгрузки необходимо убедиться, что поднятие у кузова ничего не мешает. Например, деревья или линии электропередач. Такие контакты чрезвычайно опасны. Запрещается эксплуатировать самосвальный кузов, если задний борт закрыт или система защитного покрытия и лестница не находятся в нужном положении. Наконец, перед разгрузкой водитель должен полностью остановить автомобиль и задействовать стояночный тормоз. Чтобы начать операцию разгрузки, включите коробку отбора мощности и затем переведите рычаг управления в положение опрокидывания. Операция разгрузки должна выполняться непрерывно и под постоянным контролем при оборотах двигателя в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Превышение оборотов увеличит расход топлива и сократит срок службы гидравлических компонентов и самосвала в целом. В крайних случаях это может привести к серьезным повреждениям и опасным ситуациям. Подъем или опускание самосвального кузова следует производить под постоянным контролем. Необходимо избегать остановок во время подъема, однако его можно остановить, переместив рычаг управления в нейтральное положение, всегда помня о безопасности и четко контролируя ситуацию. Если остановка производится слишком резко при большой нагрузке, это может значительно увеличить давление в гидравлической системе и привести к серьезным повреждениям. Особое внимание следует уделять грузам, которые могут застрять в самосвальном кузове, например, примерзнуть во время транспортировки. Такие грузы повлияют на устойчивость самосвала и могут стать причиной его опрокидывания во время работы. Если после того, как кузов был поднят на значительную высоту, груз по-прежнему не начинает выгружаться, операцию необходимо остановить, а кузов осторожно опустить. В такой ситуации следует обратиться за помощью для определения и устранения причины застревания груза. Аналогичная опасность возникает, если загруженный кузов поднимается при закрытом заднем борте. В таких случаях следует действовать так же, как и с застрявшим грузом. Если водитель предполагает возможность опрокидывания транспортного средства во время разгрузки, операцию следует немедленно прекратить и плавно опустить кузов. Причины возможного опрокидывания должны быть определены и устранены до возобновления операции. Во время разгрузки водитель всегда должен оставаться в кабине с пристегнутым ремнем безопасности. Если во время операции разгрузки транспортное средство начинает крениться или опрокидываться, водитель должен оставаться в кабине, откинуться на сиденье и крепко ухватиться за руль. Водитель не должен пытаться покинуть кабину ни при каких обстоятельствах. После того, как кузов будет полностью опущен, убедитесь, что груз выгружен. Если остается значительное количество груза, цикл разгрузки следует повторить. Если какой-то груз застрял, разгрузку необходимо повторить. Если груз продолжает застревать после повторения операции, настоятельно рекомендуется помощь. Ни при каких обстоятельствах под поднятым кузовом не должны находиться люди, если только он не пустой и полностью не поддерживается, например, подставками. Цилиндр нельзя оставлять в выдвинутом положении более 30 минут, так как это может привести к появлению коррозии и, как следствие, появлению течи. Опускание самосвального кузова следует производить на неподвижном транспортном средстве. Запрещается управлять автомобилем, если кузов еще опускается. После завершения операции разгрузки и перед опусканием кузова необходимо отключить коробку отбора мощности. Это увеличит скорость опускания и снизит расход топлива. Чтобы начать опускание, переведите рычаг управления в положение «Опускание». После полного складывания цилиндра водитель должен подождать примерно 20 секунд, а затем переместить рычаг управления в нейтральное положение. Одним из основных факторов, влияющим на безопасную эксплуатацию, является поддержание самосвальной установки в надлежащем состоянии. Необходимо регулярно и своевременно контролировать работоспособность узлов и агрегатов, проводить обслуживание и ремонт в соответствии с графиком обслуживания, приведенным в инструкции по эксплуатации. Визуальную проверку цилиндра, кронштейнов и болтов следует производить ежедневно. Если кронштейны требуют смазки, это следует делать каждые 40-50 циклов опрокидывания. Уровень гидравлического масла и состояние гидравлических шлангов следует ежедневно проверять визуально. Если при проверке обнаружена утечка или повреждение, водитель должен сообщить об этом руководителю. Раз в неделю следует проверять на частоту воздушного фильтра в масляном баке. И один раз в 6 месяцев менять воздушный и масляный фильтры. Масло следует менять один раз в год, если транспортное средство обычно эксплуатируется в течение 40 часов в неделю. Масло должно соответствовать гидравлической системе и условиям ее эксплуатации, в частности, температуре окружающей среды. Масло не следует менять, если самосвальный кузов поднят. Гидравлические системы под давлением могут представлять опасность. Поэтому очень важно, чтобы техническое обслуживание и ремонт гидравлической системы выполнялся только компетентным и квалифицированным персоналом. Другие узлы и агрегаты, такие как резиновые прокладки, болтовые соединения подрамника, сам подрамник, узел заднего шарнира, стабилизирующий механизм, шарнир заднего откидного борта и общее состояние самосвального кузова, также должны проверяться регулярно. Соблюдая эти правила, вы сможете избежать поломок и аварийных ситуаций, и, соответственно, простой техники. А значит, извлечь больше выгоды от долгосрочной, безопасной и безотказной работы вашего самосвала.